На зерновом дворе сельхозпредприятия Михайловская наступили горячие дни. Практически каждые полчаса сюда с полей приезжают новые, огруженные фирменной амурской культурой, автомобили. Подработка свежесобранной сои ведется сразу на четырех агрегатах. Бобы подсушивают до товарных показателей. 10-12% влаги сортируют и отправляют на элеватор. Сутки здесь пропускают до 1 тысячи тонн бобовых. На этой площадке хранится еще не подработанная соя. Всего порядка 5 тысяч тонн. Здесь у нас часть зерна, где-то в пределах 5 тысяч. На эту площадку высыпаем. Потом отсюда вывозим на подработку. Ну и где-то уже 8 тысяч сдали. Ну и где-то еще в пределах около 5-6 тысяч тонн мы еще будем доубирать, привозить также на подработку. В хозяйстве Михайловская почти 18 тысяч 700 гектаров пашни. Из них традиционно каждый год. Одну треть отдают под зерновые, все остальное это соевые поля. Михайловская сегодня это крупнейший в своем районе производитель бобовых. Если, как говорят земледельцы, год удачный, то можно ждать, как в этом году и богатого урожая. Правда, собирать выращенную фирменную амурскую культуру приходится не в самых лучших условиях. Подводит погода. В этом году были и дожди, и снега выпали. Все. Начинаем работать от утра и до вечера. Как бы не сильно сложно. Техника ломается. Ну, вовремя все чинится. Все. Как бы стараются люди, работают. Все хорошо. На должность бригадира полеводческой бригады Захар Месаедов заступил всего два года назад. До этого в хозяйстве трудился механизатором. Рассказывать сначала было сложно. Ведь еще вчера он был своим среди коллектива. А уже сегодня на руководящем посту. С людьми находить общий подход, разговоры. Как-то настраивать, чтобы не нарушали дисциплину. Контролировать за качеством уборки, за посевными комплексами следить. Бригада у меня вся сплоченная. Есть и механики у нас, которые все понимают, все делают, поставляют запчасти. Инженера тоже все вовремя поставляется, приобретаются запчасти. Все делается, все вовремя. Все как бы... Все сплоченное. Коллектив сплоченный. Механизатор Григорий Кулин работает в хозяйстве механизатором с 1991 года. Не раз по итогам года он становился передовиком, показывая лучший урожай, как зерновых, так и соя. Вот и в эту уборочную Григорий Николаевич в числе лидеров. Его показатели в два раза выше от установленной дневной нормы выработки. Впрочем, такие высокие результаты сегодня показывают практически все механизаторы Михайловского. Для механизатора это 32 тонны надо намолотить. Ну, эта норма рассчитана по времени, а мы работаем гораздо больше. Так что мы выполняем около двух норм. Выполняем, да. Вот так. Ну, это сложно? Конечно. Работаем вечером где-то до полдвенадцатого. Утром также в восемь часов. С полвосьмого мы уже на работе. Небольшая заправка, техуход. И в поле. Около 14 часов мы находимся именно что в комбайне. Собрать весь урожай бобовых в любом хозяйстве пытаются в максимально короткие сроки. Михайловская в этом плане не исключение. Все аграрии прекрасно знают изменчивость амурской погоды. Этот год не стал исключением. Во-первых, надо урожай убрать, потому что погода неустойчивая. Вот этот последний снег вообще сделал большой переполох. Думали, что он и не растает. Но, слава богу, погода дает нам убрать урожай. Так что надо торопиться. Ну и, конечно, материальный стимул. Чем больше я намолочу, тем больше я и получу денег. Подстраиваться к капризам природы амурские земледельцы научились давно. Сегодня в хозяйствах стараются подбирать уборочную технику так, чтобы она смогла работать и по сухой, и переувлажненной почве. В том же Михайловском на уборочную, в зависимости от полей, выходят колесные и гусеничные комбайны. Такое сочетание машин позволяет избежать лишнего простоя в максимально короткие сроки собрать выращенный урожай. Да, ну, как бы гусеничные комбайны справляются с этим полем. Как видите, идут нормально, они проваливаются. То есть мы, видите, не портим колеи, нету. То есть в дальнейшем уже у нас будет обработка уже покачественнее. Потому что если колесники, колея, они продавливают почву, уже сложнее при обработке. Вот. И вот такие вот мы поля убираем на гусеничных. У нас две бригады, знаете, да, одни гусеничные разделили, и одни колесные. Вот. Но эффекты есть от этого такого? Ну да. Во-первых, легче следить. Вот. Организация как бы получше. И быстрее идет процесс. То есть разделение дает свой результат. Вся уборочная кампания на строгом контроле диспетчерской службы. Специалисты следят за тем, чтобы простой машин был не более 30 минут. Ремонтные бригады организованы здесь же в полях, чтобы устранить поломку в самые сжатые сроки. Смотрят здесь и за тем, как идет сама уборочная. Идем за качеством уборки. То есть высота среза, чтобы не было пропусков, чтобы качественно, сзади потерь не было за комбайном. То есть, чтобы комбайны чистились. Ну, все вовремя. Ну и... Ну, довольны, как будто бы решили. Да, да, довольны. В 2010 году Михайловская вошла в состав холдинга Иркутского масложиркомбината. С этого момента хозяйство, которое находилось на стадии закрытия, получило свою вторую жизнь. Сегодня в Амурской области в этот холдинг входит сразу 10 амурских сельхозпредприятий. Эти хозяйства, можно сказать, передовые хозяйства и развиваются. Поэтому и видно результаты и отдача от того, что они находятся под руководством. И потому что видно, что, во-первых, очень идет такое вливание в хозяйство. Вот, сохранились хозяйства, коллективы сохранили. Ну и есть перспектива в дальнейшем какие-то планы строить и развиваться. Сотрудничество с МЖК складывается более чем продуктивно, подчеркивает Владимир Владимирович. Весь собранный в конце уборочный урожай сои сразу же отправляется на предприятие. Под эти гарантии Иркутский масложиркомбинат в течение года авансирует хозяйство. Средства тратят на АГСМ, покупку техники, гербицидов, семян. Всю ту продукцию, которую мы производим, мы ее отправляем в Иркутский масложиркомбинат. Оттуда нам рассчитывается, и мы эти средства должны пускать на развитие нашего хозяйства. Ну и в течение года они нас авансируют. Вот, конечно, идет строгий контроль, значит, строгий учет. Вот, поэтому, ну, здесь все дисциплинировано, все это происходит. Вот, и, ну, получается, конечно, все здорово. В этом году Михайловская внутри своего холдинга вышла в число передовиков. Да и сама работа предприятия в корне поменялась. Сотрудники связывают это с приходом нового директора, который изменил сложившуюся здесь годами внутреннюю политику. Сегодня все вопросы в хозяйстве решаются коллективно. Вместе думают, какую технику закупать, на что тратить свободное средство, как лучше вести пассивную и уборочную кампанию. Мы пересмотрели все организационные вопросы, значит, провели с людьми собрания, вот, сгруппировали бригады. Ну и видим, что есть отдача. Люди здесь трудоспособные, к работе относятся добросовестно, коллектив большой, среднего возраста, вот. Ну и также со специалистами, значит, все у нас, все есть. Ну и организованно все, мы все вместе, совместно работаем. Ну и если в этом году где-то примерно мы, сейчас в настоящее время еще нам 3,5 тысячи убирать, ну на следующий день 19 центров получаем. Я думаю, что до конца, значит, погода нам позволит, мы уберем. Ну и будем думать, что в этом году сработали нормально. Уверенность в завтрашнем дне есть не только у руководителя, да важно, что все его начинания поддерживает и коллектив. Начали люди получать заработную плату достойную, как бы все пошло в гору. Все очень... То есть есть такая стабильность? Стабильность. Появилась стабильность, уверенность в будущем дне, что люди получать будут зарплату и допоплату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин